Я предоставляю слово Григорию Засимовичу Горганову, который сегодня представляет Европейский университет Санкт-Петербурга и Алисовую Московскую институцию. И я облашаю ту тему доклада, которая у меня в программе. Стрелка Васильевского острова и Харама Шариф в Иерусалиме. Одна цитата и одна граница. Прошу. 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 Когда молодой и несчастный великий князь Александр Павлович Павлович Павлович, то одно из первых дел, которое он старался начать исполнить, это был сформулированный программ его царствования. Причем он правильно рассудил, что наиболее почитающим, наиболее удивительным материалом для формулировки его намерений будут не слова, а пространства. И поэтому он стал искать исполнителя для своего проекта. Ну, проекта в том смысле, в котором мы сейчас потребляем это слово. Вообще, поскольку речь шла о том, что структурно-пространственном проекте, то в Петербурге работало столько звезд первой речи, по этой части, что выбор исполнителя, ну, казался очень нетрудным. Но если трудным, то только с самого лучшего и с лучшего выбора. Ну, государь начал осуществление своего проекта с очень странного выбора. Он поручил этот главный наубийный проект человеку очень малоизвестному. Ну, в России просто неизвестному. Он говорил, что в Петербурге это только что. Одному французу, ну, который, не имея дворянского патента, пытался выдать себя за дворянина пределу своей вполне уважаемой отцовской фамилии Тома. Выдуманное им дворянское окончание, который не признавалось в России, как дворянская патента нет, но извини. И он официально описался в служебном формуляре «Фома Иванов сын Тома» без деда. Ну, вот, Фома Иванов сын был человеком малоизвестным в России, так, широком в обществе, но очень хорошо известным. Существует нескольким семьям, прежде всего, семейству Голицына. Ну, вот, если бы я обратил внимание, то количество платьев за один год сшитой для княгини Голицыной было равно половине платьев сшитой для княгини Марии Фёдоровне за три-четыре года. Вот такие были Голицыны, понимаете? Ну, и кто такой был этот странный иноземец, который сумел оторвать заказ, исполнять который не были признаны ни Хваренко, ни Камерон, ни Захар, ни Враник, ни так далее, это только самые известные имена, которые там во всех, даже самую дешевую энциклопедию, уже будут. А на самом деле именно в Калорийске и иностранных. Ну, вот кто он такой? Он выученик Королевской академии архитектуры. Подарен деньги, хорошо рисовавшие, с такой легкой рукой. Но вот по части архитектурного мастерства фигура тёмная, потому что он ничего не успел в этом моменту построить серьёзно. В его портфеле ничего не имелось показать. Но он, на мой взгляд, достраивал какую-то церковь в усадьбе, в Смоленской губернии. Ну, в общем, сколько много там он достраивал, мы точно не знаем. Но этого было дьяно мало, чтобы получить заказ номер один в самом, наверное, богатом государстве Европы. На тот момент. Ну, вот этот молодой человек успел очередь у России в двух отношениях. Во-первых, он сумел совершенно необъяснимым манером вывести из Франции, а уже где занимало точно, непонятно, пачку премьерированных проектов Французской Королевской Академии Архитектуры. Это были лучшие конкурсовые проекты, удостроенные фенатурам Трюгерон. И они, в общем, были собственные академии и ее украшения. Он и был, и, честно говоря, я не знаю, ухитрился привезти в Россию. Он много ездил до России, в Москве Европе. И всюду он возил с собой этот бесценный архитектур. Ну, вот это одна замечательная часть. Вторая, не менее замечательная, читает, что он как-то умел подать в услужение к ключевым персонам его будущей карьеры. Ну, сначала это был граф Федерства, под короля, потом сам не был до времени король, король десятый. С ним он поехал к Уребовке. И тот его в какой-то момент в Вене так представил и передал, я бы сказал, графу Николашку Бестерхазии. Вот. Ну, это была королевская фамилия империи. И семейство Бестерхазии было известно не только своим показ, вкус и так далее, но и дело, что они были одним из столпов европейского масонства. Вот это огромное, очень заметное семейство. Тот граф Федерства, к которому в служение попал Томон, чертю, он был принят архитектор графу на службу, не имея предъявить никаких своих построек. Ну, чертю же он мог показать. Ну, чертю же чертю и все, начиная со студентов Академии. А постройки, постройки его. Ну, вот, то, что он сделал сделать у графа, по этим эскизам видно, что он только в одном архитектуре действительно хорошо разбирался. В кодировании архитектурной формы некоторых расхожих масонских символов. Вот в этом он очень хорошо разбирался. Видимо, за это граф Федеркадий не держал его несколько лет у себя в служении. Удивительным образом вот наш молодой человек ничего у Сненцы не построил ни у графа, который еще довольно много строил своих именей. Он был на Большой земле. Вот, и в Вене тоже имел там жилье и так далее. Но зато, зато граф был, я не помню, первым листальным взъярателем в одной из очень важных, может быть, самой важной формы, венских лож. Это была возобновленная, мы говорим, закрытая, это была возобновленная ложа, буквально вновь коронаврованные надежды. Сначала вопрос, как правило, а потом вновь. В эту ложу вообще входил весь цвет империи, ну и культурная элита, как мы сейчас говорим. А как следующая? Вы говорите, что я сейчас говорила. А, вы знаете, там есть, я сейчас поговорю, это немножко дальше. Вот, вот, это сорвание вот этой ложи, когда господин на первом плане стоящий к нам в профиле, вот этот, это вот тот самый битву Шестеразии. А вот там возглавляет ложу и данную церемонию князь из Фестеразии. Это были раздневлениями. Так что это была как бы их ложа, понимаете? Вот. Вот в таком семействе трудился, не очень понятно, на чем, наш герой, и очень возможно, что он был членом этой ложи. Понимаете? Ну, вот другими членами были люди хорошие известные двери. Это вот, это Моцарт. Ну, как видите, вот это 90-й год. Моцарт, да? Моцарт, он долго оставался жить, он проштрафился в свое окрое волшебное флейто, построил ее на трезвучьях, которые мы ходили в сложнейшие вольненские тайны, а за такие вещи, как подписывался в преступлении вольнен сам Моцарт, полагалась смертная казнь. Это были не шутки. Масонское делание было вопрос жизни и смерти. И когда Моцарт употребил эти смертные, в большей степени свечи, чтобы указать исключительно мирные намерения австрийского масонства, в отличие от французского масонства, Мария Антонетта предупреждала свою сестру в Вене, что вы только видите, не давайте разгуляться, видите, что они у нас наделали, они у вас такое же устроят. Вот австрийские масоны не были одержимы их политическими устремлениями, и Моцарт попытался об этом заявить в своей опере, и вот он знал, на что идет, употребляя эти сосвучие, и он за это проводится. И отравление, и отблеск, и другие, и развлечившие тонкие методы извести виновные. Так вот, вот такая была лошадь. Очень возможно, чтобы этой лошадь найти заседание, изображение вам не удостоверяется, но ваш молодой человек, он где-то здесь велика обозначается в нужный момент с нужным любви. Потом он был передан графиницей Азии русскому послу Дмитрию Горжицыну в Вене. Тот отправил его своему родственнику в Смоленскую губернию, и так он пошел. Потом он попал в Петербург, когда умер его благодетель Дмитрий Александр Горжицын, в Смоленской помещении. И вот что он делал в Петербурге. Он дарил замечательную выполнение, очень красивые аквалидные риски с масонскими сюжетами в совершенно определенные петербургские семьи. Все это были опорные семьи русского масонства. Это такие клады были. Масонскому делал семейное. И во все эти семьи он подавил и не по одному иногда на листу своих замечательных аквариев. Они сейчас украшают внутренние деньги собрали. Ну вот он таким образом продвигался. Понимаете? Без лишнего шума, но в нужном направлении. И на нужный писатель. Вот, ну я не знаю, достаточно ли этого, чтобы понять, почему он отхватил. Почему он отхватил, такой заказ. что было за место, где он потом построил то, что там сейчас стоит. Состояние биржи и колонну. Вот место было непростое, потому что на нем должен был стоять главный кафедральный собор столицы, то есть главный собор империи. Святого Андрея Крепознанного, который закрыл конкурс, который был недоволен всеми проектами, они были недостаточно личными, и заказал проект в архекте руку шведского короля, который присыл в чертежилах логередарительного собора. Ну, кто-то считал, что это на манер Святого Петровини, кто-то считал, что на манер Святого Павла в Лондоне мнения сходились, документов нет, только слухи вероятнее, потому что Святого Петра в времени Петр не видел, а Святого Павла в Лондоне видел очень даже хорошо и близко, потому что имел посвящение в англеевскую степень, вложить Святого Павла, посвящение из рук никого-нибудь, а строитель собора, с которым Петр был хорошо знаком. Это ему венбрюс устроил такое же знакомство. Ну и вот этот савод должен был там стоять, начальники жили из Стокгольма, куда был заказ на праве, прикрыли несколько дней к смерти Петра, и о постройке речь уже никогда не заходила, но Свято Место пусто не было. И когда Фаренгия начал строить свою мир, на Святых 1840-х остров, все понимали, что по длину нового залога куберических собраний тут будет построен некий эсотерический храм. Ну а на месте Фаренгия Биржи было гораздо новое здание, которое там он не выстроил, но вот это новое здание имело очень такой сокремечательное характерное для всего творчество дома. Это было пабури из популярных архитектурных мотивов, которые он извлекал из тех проектов, пачка, которая хранилась у него дома, мастерской и так далее. Он собрал, хорошо собрал, он действительно отобрал самые острые современные архитектурные детали, приемы, члены архитектурного тела, будущий биржи диском монолог с отличным мастерством. Тем не менее, не имея опыта, он проводил шесть первых вариантов проекта, при том, что Александр лично просматривал все четежи, вникая во все детали, и тем не менее, терпел четыре года, пока семь вариантов проекта не были выполнены, и только седьмой специальные комиссии, которые свидетель закладом в акции наконец-то приняли. За такой степень он не был компетентен просто в архитектурном обвесли. Но вот то, что он построил некий эстетический храм, это разумел само собой. Поэтому я здесь показываю вот эти предметы расхожие, очень известные, далеко не вероятно, но больше предметы масонского эпидемиона, чтобы обратить ваше внимание на детали. Вот эти колонны венчали, предваряли знания всякого масонского святилища, и вот это типичное изображение, вот там в глубине стоит некое знание для масонского делания, а перед ним вот такие столбы, имеющие собственные имена, и наделенные солнечными, левыми и лунными, правыми, афигодами. Ну, мужской и солнечный столб слева, потому что правая и левая, отчитывалась не от того, кто стоит лицом храма, который предстоит святыни, а от того, кто там, внутри, в священном проследовании находится, потому что Господь разделил правое и левое, и правое Господа это наше левое, когда мы предстоим, поэтому слева мужской солнечный столб, справа лунный женский столб. Ну, вот здесь лучше видно вот эти шаровидные примеры мы увидим на самом деле Соломонов платформе. И вот эти шаровидные курицы, мы увидим на изображении этой биржи. Да, спасибо. Вот авторский чертеж Катамона, ну вот это нечто, некое масонское светилище, сумму сниму, вот планкирующие его столбы, чтобы понимать, что принадлеж храм иносказательный, и вот эти шаровидные куриницы, кодельницы, не так правильно называют, которые должны круглые сутки поддерживать агону. Ну, вот, обращайте внимание, это гигантская искусственная насыпная и обетованная гранитом платформа перед и под этим зданием. Она вдаётся далеко на 120 метров в нему и вот там глава земля насыпали, там подпит была. И эта платформа невольно позволяет вспомнить ту самую Соломонову платформу, которая далеко вдавалась в пространство окружающее Иерусалим в сторону Кедронского потока и её субструкции опускались потом на много метров, на десятки метров до дна этой Кедронской долины и боковой части платформы евреи по сей день плачут. Так что эта платформа совершенно однозначно ассоциировалась с этой платформой Иерусалим Нового Храма, чему помогал в частности декоративные мотивы, арки, которыми она украшалась, это те субструкции, которые стоят по сей день, под них можно зайти, обзалы ведь, экспозиционные обороны. Правда, они уже аффирматированы трамплиеры, но это те самые саламоновы субструкции. Ну вот, так что все было казалось бы понятно. Но вот поступает время освещения этого святия выходит гравюра к этому торжественному дню. Да, я забыл сказать, что закладка биржи была произведена 23 июня 1804 года. 23 июня это главный день масонского года. Это день, это канун Иоанна Претечи. Ну, та самая ночь, когда языки гадают, а масоны празднуют, сдавая честь небесному патрону их ордена. Иоанна Претечи был их небесным представителем. Ну, такой знаменательный день государь с семьей закладывает и всем говорим, закладывает новое купеческое залпо, как оно официально именовалось в Затазе. Вот в 1881 году это еще была коммерческая левия, благодаря ее графу Менцев, он тоже мочевой масонский человек. И вот выходит гравюра на день инаугурации этого замечательного сооружения. Обратите внимание, на странность пропорции, мы только что видели с вами авторский чертеж, высота столков равна высоте здания. Ну, этого достаточно. До конюката мы. А здесь что изобразили два лучших мастера Петербургской академии художеств, один лучший в Петербурге и в академии и рисовательщик и игрок, а другой лучший игромер. Были собраны силой самого высокого разбора. Ошибки в пропорциях быть совершенно не могло, это и случилось мастерством и репутацией исполнителями. Качество в районе безумительное. Почему такие огромные столбы и такой маленький в сравнении с ними домик вот столбы и платформа вымечены? В чем дело? А дело в том, что для того, кто понимал, вот постамент вот этого столба, того, который стоит от биржи справа. Он несет мужские атрибуты. Он символично связан с культом Васильсом, очень важным для масонского делания. фигуры, украшающей северную сторону, северного столба, под ногами, вот здесь это официальная анлегория Левухова. Для масонок это ничего не значит. Они надо строить свои анлегория любых других. И даже любили к нему. Так вот, под ногой речного бога растет папирус. Это было громкое шепнание Левухова, что это мило. И вот эти строи, которые сейчас как вяло вытекают вот от сила из камня вниз до реставрации варварской совершенно неправильной реставрации скульптуры били вверх, они били вверх, а потом подали вниз. Это совершенно новое дело. Это был фонтан извергающийся из камня, но это был стандартный символ Васильевса. Так что это был столб мужской и солнечной. Значит, он левым должен быть подошен к храму, а противоположный столб южный, он нес трибуки и сибири. Это северный столб, южная сторона. Здесь фигура немы, но международный портрядок, поэтому неудеемно, что земные шары, символ мировой торговли, на нем компас вполне уместный в связи с темой морской торговли. Но посмотрите, как лежит стрелка компаса, не по силу льву, а по востоку за льву. Это направление, в котором развивались все масонские процедуры в ложах, а также в парках масонских и в разных публичных процедурах, потому что были страны, где масоны публично отправляли свои обряды. Восток и Запад это было главной восьмасонской вселенной. Так что здесь подробно было объяснено, что изображено, какое имеется в виду. южный столб был столбом Исиды судоводительниц в виду потребителей. Значит, он был правым и женским. Для того, кто смотрит на храм, значит, надо было встать спиной в дальнюю бежу и смотреть между столбами куда-то сдать. Вот тогда это был храм. Действительно, он был. Он и сейчас есть. Эта святыня как была, так сказать, запущена в дело, так и продолжает работать. Потому что то посвящение, которое здесь запроектировал Александр со своими молодыми друзьями, с так называемым неофициальным комитетом четырех друзей, это посвящение четырьмя алхимическими стихиями, землей, представлено гранитом, облицовывающим в него водой, предстоит на него, воздухом, которого сколько угодно над ним и огнем, который постоянно вылился в шароведных курильницах, намекающих на гранаты символы бессмертия, которые венчали столпы перед тем древним сломаном храмом. Спасибо. Так что храм помещался вот здесь, в небо с этим воздухом, с этой каменной рамой и с огнями, горящими круглые сутки, круглый год по проекту. Первоначально они там и горели. Это была установка масонского посвящения масонского химии. Ее проходил каждый, кто оказывался в этом пространстве. Был он официально посвящен в обряды состолированные в ложах или нет, это уже было неважно. Вся империя могла пройти здесь посвящение. Государь объявлял, что он водитель к свету. Вот вождение к свету это была цель учредения всех масонских структур. И государь, который сам имел посвящение, хотя он предпочитал этого не афишировать и не выставляться в этом качестве. Он в таким манерам зарядал в своих намерениях и целях своего государства. Но эта машина продолжает работать. И вы знаете, современники прекрасно это все понимали. И мне кажется, что когда Орген предупреждал, что кто-то там крепость встал грошно задом не при в колодец не дымой, то здесь не столько был политический намер, что ты можешь уходить в крепость, сколько предупреждений, что к этому задом нельзя вставать. Это храм, что прекрасно знали оба персонажа, изображенные на той картинке, которую рекомендируют этот стежок. Так что машина продолжала и продолжает работать. Поэтому неудивительно, что люди не могут уйти, те, которые впервые попадают туда, как я когда-то впервые. Они могут только уйти. Они должны все время туда возвращаться. Вот таким образом обладают это место. Спасибо. Спасибо. А вот это можно про цитату сказать? Да, пожалуйста. Цитата из такого популярного в партию на голове работы сочинения Александра Пашевского. Это такая трехтонная, небольшая какие-то основные тонницы, панорамы Ветербурга. Вот в третьем доме это панорамы. На первом доме в статье на Китульном везде был астрологический круг изображен. Так что с первой страницы читатель думал, что он берет в руки. Хотя массовица была орициально строжайше скрещена Николая Павловича. Так вот, в третьем доме там есть замечание, где описывается действительно на весь город. Там есть замечание по поводу степени спросив сквозного. Я на память скажу может быть не очень точно, но суть передам. Это лестница от мрака цвета. Здесь глубокими чертами врезано имя одного человека, но сделавшего целую нравственную эпоху в жизни народа. Ну, вот, когда я впервые ее встретил, мне показалось, что великий Александр И. Но потом замечательные петербургские историки философонов сказал, что нет, речь идет о Петре первом, и действительно место свято сделал Петр, и оно таким и оставалось. Так что во времена Николая это парадигма, про доброго существования и работы, ведь читатели же понимали, о чем написано в петербургии. Второй, как бы то, что он считал про миротеческую башню, но это другой сюжет, который, если когда-нибудь Михаил Шафанов согласится получаться в плотных сверстениях, он будет и всех расскажет, какую роль имеровано знание имеропедельства в разлике, ну, например, декабрьского губерна. Почему? Спасибо, Дмитрий Васильевич. Учитывая Ваше положение о том, что все, кто приходит на стрелку Васильевского не могут оттуда уйти, мне страшно подумать с вами, что происходит с не обязательно на саму стрелку приходить. Любое место вот этого гигантского пространства, например, на контрольском мусоре, оно годится. И оттуда тоже будет. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. У нас есть вопрос. Вопрос, что ли высказаться по поводу услышанности? Пожалуйста, потому что это не биржа, окажется, как бы лишний. Нет. Это архитическое устройство, которое наводит глаз вдулчего плана. Сырецепт, который правильно понял сюжет, и встал на лучшую точку разгляданных рамок, то есть наверх ее платформу лестницы биржи, то есть под портиком биржи, точно на ее центру, как если бы он только что вышел из-за глухопического зала. Между двумя центральными колоннами остановился и так начнем задумчиво следить о том, что он видит. Вот с этой позиции две ближайшие колонны точно повторяются в его боковом зрении столбами, этими красными растральными столбами. Они потому поставлены на определенном расстоянии как неожиданно широко перед биржами, что с этой именно точкой вот эти две центральные колонны и две астральные колонны образуют шоры для того, кто не разглядывает, а созерцает. То есть остановив взгляд, смотрит, куда глаза глядят. А глаза глядят во определенную точку горизонта, связанную с астрологическим сюжетом, включенным во весь подпоек. Какое сюжет, неизвестно. Но солнце в день закладки межи проходило точку горизонта ротом в шесть утра. А шесть в шесть утра по древнему современному сломанному храму. Счет времени был начало дня. И этот же счет времени принимался и в маскунских приторах. Вот начался ключевой день в этот момент солнце попало на ось рахов. Перед утверждением проекта строительства Захаров буквально за несколько дней до окончательной апробации чертежей внес небольшую поправку. На полтора примерно градуса сдвинул ось биржи. Он был очень в курсе дела в этих процедах людей. А он главный архитектор, главный адмирал действий и имел самый точный под основу где линия Америка показывалась. Но он говорил, что это нужно было для того, чтобы ровно по оси стрелки стояло здание. Это было типичное для посвященного человека укрывание истинного мотива. Истинный мотив был совершенно не связан с зачерканием стрелки, потому что это была отбит, и каждый год ее на нем и лучше всех оказался в архитект. Спасибо. Актуальна тема, как уже все превратилось в флошное голосовство? Что с тобой реальными людьми, кажется, и делали? Вы знаете, конечно, такая опасность есть. Есть страна, в которой эта опасность осуществилась, в которой масоны и не масоны добились политично независимыми и основали одной из лучших государственного мира, которая сейчас совсем не должна быть. Там москва была открыта, там опасности, которые говорите, осуществились. Все президенты ответили, ну почти все президенты ответили, они были на этом политике масоны. Мастерок Джорджа Розенка последний раз был в работе в 1974 году при закладке в какой-то правительственной войне. А опасности, которые вы предупреждаете, осуществились. Смотрите фильм «Сокровище нас». Так, Григорий Зайцевич, есть ли вопрос еще? А вот почему вы эти расстраивались, за чем там эта грабильная тема, как канал среди меняется? Хороший вопрос. Понятного ответа нет. С одной стороны, тема корабельных носов – это триумфальная, победительная тема. Отрезались закладченные носы и предъявлялись сенату. Отрезались закладченные носы. Но я думаю, что это не только так вам объяснено, но и тем, что в масонском эпиходе расстраивная колонна давно уже существовала и наделялась очень важными аналогами, связанными с вселенским характером орденом. Вот тут мелькала такая картинка – расстраивание колонны, построенной в парке одного французского богача и аристократа, именно в этом качестве. Вот там маркиза Берреборда, его сыновья выникли в экспедиции Эр-Узу, Сейнер, и отсюда вот символика с этой колонны, вот с тем шансом. Это символика всемирного братства в космосе. Вот так утешался несчастный граф по болезням от профессии Советского Союза. Спасибо. Коллеги, из зала поступило предложение 10 минут попить чай или кофе. Очень хорошо. Очень здорово. Ровно 10 минут пошли до скорей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова